МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! САМПО представляет новости в студии Александр Батов. Смотрите в этом выпуске. Петрозаводчане сорвали телефон полиции, приняв брошенную сумку за оружие террористов. Большой предстоящий проект, который мы будем реализовывать в конце этого года, в начале следующего, это перевод нашей существующей котельной с мазутного топлива на газовое. На что потратит сэкономленные таким образом средства первый в стране курорт? Хотим поддержать его. Нам очень не хочется, чтобы этот язык исчез. Однако первая детская опера на карельском языке не вызвала интереса среди тех, кому по замыслу организаторов и предназначалась. Испугавший петрозаводчан подозрительный предмет оказался безобидной сумкой. Сегодня утром на пульт дежурной части Петрозаводского УВД позвонили бдительные горожане. На проспекте Ленина, возле госуниверситета, они обнаружили подозрительную сумку. Учитывая многолюдность места и тот факт, что в ней могло находиться взрывное устройство, оперативная группа выехала на место. Однако ничего подобного не обнаружила. На скамейке остановочного комплекса рядом с университетом находилась обыкновенная сумка. Ее владелец устанавливается. И сегодня мы хотим спросить у вас, а будете ли вы обращаться в полицию, если увидите в публичном месте бесхозный предмет? Заходите на наш сайт СамПТВ и голосуйте, итоги подведем в понедельник. А пока продолжаем. К концу этого года первый российский курорт Марциальные воды собирается перейти на газовое топливо. Это позволит уменьшить расходы на 30% и вложить их в развитие инфраструктуры санатория. О планах и реалиях, известного на всю страну курорта, расскажет наш корреспондент Наталья Кузьмина. Несмотря на финансовые трудности, основанные еще в 1719 году, первый в нашей стране курорт, Марциальные воды по-прежнему работают. Сюда и сейчас приезжают отдыхать и лечиться со всей России. Сердце курорта – это, конечно же, грязь и лечебница. Целебная грязь оказывает противовоспалительное, рассасывающее действие, снимает боль и способствует восстановлению. Укрепить здоровье помогают и целебные источники, а также широкий спектр других процедур. Различные виды массажа, спа-процедуры, лечебная гимнастика в бассейне и в зале, контрастные и сухие углекислые ванны. Эффект очень хороший. Больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями снижает давление, нормализует. Больным после инфаркта, больным сахарным диабетом, можно при любых кожных, при псориазе очень хороший эффект. Еще осенью курорт находился под угрозой банкротства. Тем не менее, новому директору марциальных вод удалось изменить эту ситуацию. И к апрелю этого года все судебные процессы в отношении предприятия были завершены. С каждым месяцем удается сокращать долги курорта и даже запускать новые лечебные программы. Так, недавно появились специальные предложения для больных с сахарным диабетом и для женщин с маленькими детьми. И денежных средств от продажи путевого хвата для того, чтобы нам содержать себя и даже тратить некоторые денежки на укрепление материально-технической базы. Большой предстоящий проект, который мы будем реализовывать в конце этого года, в начале следующего, это перевод нашей существующей котельной с мазутного топлива на газовое. Переход на газ позволит сократить расходы на 30%. Эту разницу руководство марциальных вод планирует вложить в собственное развитие. Ведь, несмотря на высокую посещаемость курорта, работы здесь предстоит сделать еще немало. Помещения нуждаются в ремонте, а территория в дальнейшем благоустройстве. Карельский регистр неродственных доноров костного мозга реализует проект по прилечению новых 50 человек. С апреля этого года удалось полностью обследовать и внести в базу регистра порядка 14 доноров. Для завершения этой работы требуется еще 350 тысяч рублей. В среднем обследование потенциального донора стоит более 8 тысяч. В рамках нового проекта волонтеры регистра провели три благотворительных концерта. Все собранные средства пошли на привлечение новых доноров. Сейчас руководитель Карельского регистра неродственных доноров костного мозга Юрий Иофи работает над еще одним проектом. Создание базы доноров для карелов и вепсов. К этому уже подключен Петрозаводский госуниверситет. Специалисты медфака будут проводить обследование населения. А регистр, в свою очередь, среди тех, кто захочет войти в регистр, людей, которые здоровы, по возрасту молодые, еще хотим прорекрутировать. То есть, как бы, двое задачи. И обследовать, то есть, ну, в рамках диспансеризации, там, рекомендации по здоровью, и тех, кто здоров, включить в регистр. После привлечения новых доноров из числа карелов и вепсов можно будет провести исследование на совместимость и доказать теорию, что генотипы людей одной национальности совпадают. Для реализации этого проекта нужны средства. Поэтому его автор обращается за помощью к жителям Карелии. Помощь нужна и республиканской станции переливания крови. Но не финансовая, а донорская. Сегодня во всем мире отмечается День донора. Присоединился к нему и Петрозаводск. Выездная акция по сбору крови прошла возле городской администрации. Но сотрудники станции переливания напоминают, что сдать кровь можно в любой будний день. Очередная рабочая суббота ожидается 29 июня. Два очередных тура предварительного голосования за кандидатов на пост мэра города прошли в микрорайонах Куковка и Древлянка. За 28 праймерий с программной обещания участников значительно не изменились. А вот опыта общения с публикой прибавилось. Не поменялись и лидеры, за которых отдают свои голоса выборщики. Подробности у Максима Смирнова. До финала два тура. Кандидаты на пост мэра хоть и подустали, но каждый сказал, что намерен дойти до конца. В принципе, лидеры праймерис организованных партией «Единая Россия» не меняются. Это Николай Левин, Анатолий Рождествен, Андрей Макаревич, Илья Косенков. Жители Петрозаводска, пришедшие послушать потенциальных кандидатов, считают, что практика проведения предварительных голосований помогает определиться с выбором. У нас есть право выбора. Мы можем выбрать из этих кандидатов, кому мы доверяем, кому мы уже видим новым мэром. Кандидат, который сейчас идет во власть, он учтет даже те, скажем так, замечания, которые были ранее не озвучены, не были учтены, скажем, тех программных документов, когда они готовили, и выходили, скажем, на трибуны сегодня, говоря о той или иной проблеме, потому что действительно проблем у нас очень много в городе Петрозаводске. Впрочем, о проблемах говорили не все. Например, Юрий Шабанов и Анатолий Рождествен большую часть времени из отведенных пяти минут посвятили своим биографиям и сообщили, что не хотят уже никого критиковать. Кристина Алёхина рассказала о том, что молодежь уезжает из Петрозаводска, потому что нет нормальной работы. Потому что все наши вакансии, которые представлены на рынке труда, это вакансии либо продавцов, либо официантов. Ну верно ведь все. Когда у нас в городе будет справедливый начальник, справедливый хозяин, который будет всех чиновников держать в железном кулаке. Николай Левин говорил об экономике, о том, что в Петрозаводске создана и поэтапно реализуется программа социально-экономического развития. В городе есть возможности привлечения инвестиций. Сегодня 14 инвестиционных проектов мы предлагаем к реализации. А мониторим постоянно, в которой уже в работе находятся 77 проектов. Андрей Макаревич говорил о благоустройстве и необходимости восстанавливать парки и скверы. О том, что нужно строить дороги и деньги для пополнения бюджета, можно найти. Для этого и есть возможности. Четкая административно-хозяйственная работа. Второе. Значит, пополнение бюджета, есть резервы. Это, пожалуйста, арендные отношения, принятие закона о статусе Петрозаводска к столице Республики Карелия. На первом месте по итогам голосования в очередной раз оказался действующий мэр Николай Левин. Заключительный этап, который поставит точку всем 30 турам праймарис, пройдет в субботу во Дворце творчества детей и юношества. Асфальт укладывают на сухую. Дорожники, занимающиеся капитальным ремонтом улицы Чапаева, уверяют, что во время дождя новое полотно наносить не собираются. За их работой ежедневно следит технодзор, да и сами жители. А сегодня проконтролировать процесс укладки нового асфальта отправился мэр города Николай Левин. А с ним и наш корреспондент Максим Алеев. Три слоя асфальта. Нижние два специальные пористы, а верхний напротив плотный. Под новым покрытием на глубину 1 метр 13 сантиметров засыпана песчано-щебеночная подушка. Ограждают все это поребрики из кондопорского камня. Простоять новая дорога должна минимум 7 лет. По крайней мере, такую гарантию дает фирма-подрядчик. Проверить, не расходятся ли слова с делом, Николай Левин приехал прямо на место. Администрация города, независимые наши эксперты, независимая лаборатория, говорят о том, что качество работ хорошее. Работы в дождь не ведутся, как петрозаводчане контролируют всегда. Сегодня вот видим, что небольшая заминка как раз в связи с погодными условиями. Надеемся, что ближе к вечеру погода будет хорошая и будет продолжена укладка асфальта. Тем не менее, как заверяют сами дорожники, если дождь лишь немного моросит, то асфальт все-таки можно укладывать. Также развенчали и другие слухи, что якобы полотно кладут прямо на песок. Эта песчано-щебеночная смесь – идеальный материал для подушки, который позволит не застаиваться грунтовым водом и не размывать дорогу. Это уже сколько лет, как Чапаева делали. Полотно уже все-таки идут, и грунтовые воды, и все, и оно насыщается всякой глинистыми частицами, и все, и оно уже, ну, не сущее, называется как слабые грунты. Еще одно новшество, которое появится на дороге – разделительная полоса. Ее устанавливают в первую очередь и соображение безопасности, как водителей, так и пешеходов. К слову сказать, на Чапаева появится 12 новых светофоров. Завершить работы, общая стоимость которых почти 160 миллионов, планируется к первому сентября. Международный песенный праздник, который в Петрозаводске стартовал уже сегодня, в рамках эпического форума, в следующем году пройдет в Йоинсу. Об этом говорили на встрече с финской делегацией, министр культуры Карелии Лена Богданова и заместитель главы республики Валентина Улич. На встрече политические вопросы остались в стороне. Обсуждались перспективы взаимодействия с целью сохранения историко-культурного наследия, развития искусства, культурного туризма. Также совместные библиотечные и музейные проекты. Помимо этого, на встрече говорили об установлении безвизового режима. Первые переговоры уже пройдены, получены первые результаты и будем ожидать следующего этапа. И мы, как граждане Финляндии, надеемся, чтобы эти переговоры были запущены и начинались как можно быстрее. Но, к сожалению, у участников Евросоюза разные мнения на этот счет. И, несмотря на это, Репа Митро уверен, что рано или поздно этого удастся добиться. По итогам встречи участникам финской делегации вручили благодарственные письма главы Карелии за заслуги в международном сотрудничестве в сфере культуры. Один из ближайших совместных проектов — проведение песенного праздника в Йоэнсу. Гости надеются, что к тому времени движение поезда из Петрозаводска до их города станет регулярным, и вокалисты смогут добраться до Йоэнсу по железной дороге. Для участников праздника, заметили финские коллеги, это будет гораздо удобнее. Перебои с поставками жиженого газа, произвол управляющих компаний и перспективы создания единого муниципального предприятия ЖКХ. Вот основные темы, которые обсуждал сегодня Общественный комитет по реализации послания президента России в Петрозаводске. На заседании побывал наш корреспондент Максим Смирнов. В начале приятная миссия. Андрей Макаревич, председатель комитета, вручил подарки и цветы руководителям детских коллективов, которые приняли участие в праздновании Дня защиты детей. Затем перешли к повестке. Только что из Москвы со съезда общественно-народного фронта вернулась карельская делегация. Андрей Фитцев, председатель Республиканского отделения Общественной организации «Опора России», рассказал, как создавалось новое общественное движение «Народный фронт за Россию». Во-первых, избрали центральный штаб. Это из состава 55 человек, куда вошли представители всех регионов России. Наверное, на местах будет создано региональное отделение, которое будет работать уже исходя из устава нашей организации. Руководитель рабочей группы по проблемам ЖКХ пригласила на Общественный комитет представителей ТСЖ города, чтобы рассказать о коммунальных проблемах сегодняшнего дня. Самое актуальное на сегодня – перебои со сжиженным газом. Мы сидим, не только мы, в центре города, но и Галиковка, и многие другие районы, без газа. Уже третий месяц. Газ нам заполняют на 15-20%. Неужели мы со страной, которая газом обеспечивает чуть ли не весь мир, должны сидеть у себя в городе без газа? В свою очередь, руководители ТСЖ пожаловались на некоторые управляющие компании, которые пытаются навязать тарифы на оплату содержания и ремонта имущества многоквартирных домов, грозя, в противном случае, не включать дома в программу «Тысяча подъездов». Из принятых на заседании резолюции стоит отметить решение вынести на публичное обсуждение вопрос о создании единого муниципального предприятия ЖКХ. Его работа была бы прозрачной и контролировалась бы администрацией города. Самое крупное событие эпического форума международный песенный праздник стартовал сегодня. В нем участвует 46 коллективов из Республики Карелия, других российских регионов, Эстонии и Финляндии. В рамках песенного праздника в Национальном театре состоялась премьера детской оперы на карельском языке. Оперу-сказку о черепашке Эйгу послушала и наша съемочная группа. ПЕСНЯ Это опера-сказка о животных для всей семьи. Ее действия происходят на песчаном берегу сказочного моря. Главная героиня, черепашка Эйгу, рождается без ножек, а ее родители попадают в рабство к злому осьминогу. Впереди невероятные приключения и, как во всех сказках, добро побеждает зло. Над написанием сценария оперы и музыки к ней Пава Йоэнсала работал пять лет. Он же руководил всем действом на сцене, общался прямо во время спектакля с публикой, играл в оркестре и подпевал артистам. Музыкальную историю о Эйгу финские артисты уже показали в разных странах на английском языке. И вот ее вариант представлен на карельском языке. Мы решили сделать постановку детской оперы Эйгу на карельском языке, потому что хотим поддержать его. Нам очень не хочется, чтобы этот язык исчез. Хочется отметить, что опера действительно для детей. Яркие декорации и костюмы. И некоторые роли исполняют тоже дети. Все, что происходит на сцене, понятно и для тех, кто не владеет карельским. Детская опера на карельском языке про маленькую черепашку Эйгу, к сожалению, не заинтересовала карельских детей. А может быть, их мам и пап. В зале не было детей, которые изучают финские и карельские языки в Петрозаводске. Не было детей, которые поют и танцуют карельский фольклор. Не было родителей, взрослых, которые представляют общественные карельские организации и молодежных организаций. Тоже не было. Спасибо финским туристам, которые купили билеты на спектакль и благодаря им зал не пустовал. А сейчас о других событиях в республике. Петрозаводский городской суд приговорил группу торговцев курительными смесями в общей сложности к 14 годам тюрьмы. Как сообщила пресс-служба регионального госнаркоконтроля, для распространения смеси были зарегистрированы специальные телефонные номера, организованы СМС-оповещения о продаже товара, его реклама и доставка. Кроме тюремных сроков осужденным придется выплатить штрафы на общую сумму более 100 тысяч рублей. К сентябрю текущего года правительство страны намерено определиться с регулированием интернет-торговли. Решается вопрос о ее налогообложении. Сейчас подобные товары налогами не облагаются, поэтому, по мнению российских таможенников, экономика теряет существенную часть прибыли. Правда, о каких фискальных мерах конкретно может идти речь, пока не ясно. Не установлены критерии, к чему привязывать налогообложение. Размеры посылок, их весус, юридических или физических лиц брать налоги. 15 июня в рамках эпического форума в Петрозаводске пройдет большой праздник. От показа фильма «Сказки сампа» до выступлений владимирских рожечников. Напомним, музыкальный праздник впервые проходит в Петрозаводске. В течение шести дней представители различных национальностей будут знакомить карелов со своим культурным богатством в форме мастер-классов, выставок и танцевальных марафонов. Колесо жизни крутилось всю неделю. Благодаря уникальным мастерам по текстилю. В Петрозаводске завершился масштабный творческий проект этнолаборатория «Элаксенратас». Эпилогом стала выставка «Перформанс». На ней свои работы представили участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Уфы, Орла, Пензы, Новосибирска и Омска. О том, что им удалось создать за неделю, в материале Ольги Ряминин. Колесо служило символом солнца в Древнем Египте. Оно было запрещено к применению в повседневной жизни в Древнем Тибете. А крылатое колесо на гербе Панамы является символом прогресса. Чакра в буквальном переводе с санскрита означает круг, колесо или диск. В картах Таро одна из карт называется «Колесо Фортуны» и символизирует изменения. Но именно в угрофинских и древнеславянских племенах этот знак приобрел свой истинный смысл. В очень многих работах представлен символ нашей лаборатории – колесо. Каждый трактует его по-своему, каждый вкладывает в него свой смысл. От этого выставка, на мой взгляд, будет еще более интересно для наших посетителей. Мастера из более чем 15 городов России, известные не только в своих регионах, но и за пределами страны, в течение шести дней создавали свои поистине уникальные работы в творческих мастерских по текстильному дизайну, шитью, классическому батику, народному ткачеству и экспериментальному текстилю. Сейчас в Карелии происходит уникальный эксперимент. Была проведена творческая лаборатория, в которой были объединены художники, которые занимаются различными видами текстиля. Здесь, в Петрозаводске, собрались 25 художников, профессионалов и народных мастеров, которые обмеливались опытом и создавали настоящие шедевры. Например, в лаборатории по классическому батику, которому как виду искусства уже 900 лет, работали пять художниц, каждая в своей манере, со своим лицом, которые работали здесь, в Петрозаводске, по их признанию, с упоением. В своих работах я хотела рассказать о самых первых кругах жизненных циклах. Это календари. Календарь Майя, календарь китайский, старый арабский календарь и индийское знаменитое колесо, которое вот оно по дороге в Бомбей. Там именно вот это колесо жизни, около которого надо прислониться и подумать. Открытие выставки «Живой перформанс» созданы карельским дизайнером Татьяной Ваян и живые работы вокруг, которые несут удивительную энергетику. Никогда не знаешь, с чем ты столкнешься в жизни, но колесо ее бежит, и поэтому всегда будь готов к встрече с прекрасным и необычным. Из трехсот имен, предложенных для новорожденной пони, выбрали кадриль. Именно ей сегодня посвятили праздник в эколого-биологическом центре имени Кима Андреева. С какими подарками гости пришли на именины, расскажет Марина Бедорфас. Эту кадриль студенты колледжа культуры посвятили сегодня не кому-нибудь, а имениннице. Маленькая пони, которая родилась 8 мая в эколого-биологическом центре имени Кима Андреева, поистине долгожданная. Такого пополнения здесь не было пять лет. Выбор имени проходил непросто. А дело в том, что папа у пони дневник, а мама кадриана. Объявили по интернету, где только могли, по всем знакомым, конкурс на имя. Пришло больше 300 имен. Там была суть в том, что первая буква у девочки должна быть на К, а в середине должна быть обязательно буква Д. И вот из этих 300 имен более 40 человек назвали имя кадриль. Поэтому сегодня у нас именины. Кроме кадрили, именинницы посвятили и песни, игры, картины и поздравления, а также стихи собственного сочинения. В парке были пони. С ними были пони. Имеют фамилию, а танцевали веселую кадрилью. Сегодня в эколого-биологическом центре праздник у маленькой пони именины. Ей наконец-то дали имя кадриль. Ну и какой день рождения без подарков. А подарки здесь самые лошадиные. Это овощи и фрукты. На праздник кадриль привели с прической как настоящую виновницу торжества. Ну а поскольку она маленькая, полник состоялся прямо не отходя от мамы. Кстати, такие косы пони плетут ребята, которые приходят в центр заниматься. А животные оказались воспитанными. Каждый желающий мог погладить их и сфотографироваться. Ну мы приходим, чистим их, убираемся, гуляем, кормим. Я посмотрела, что вы тут еще прессируете. Да, прессируете. А как маленькая себя ведет? Она все время с родителями вместе или отдельно живет? Нет, она живет с мамой. Восемь месяцев должна жить. Сейчас во дворе центра работает мини-зоопарк. Он ждет всех желающих каждый день, кроме воскресенья. Здесь можно увидеть даже покормить более трехсот видов животных. Вот, например, кролики, ежик или морская свинка. На этом наш выпуск завершен. В студии для вас работал Александр Батов. Всего доброго.